Ну что друзья, я всех нас поздравляю с сегодняшнего дня со стороны США в отношении России вступает очередной пакет санкций, которые запретят предоставлять услуги в сфере ПО и IT любому лицу на территории Российской Федерации, однако некоторые СМИ пишут, что на этом все не закончится. Далее по списку в России могут перестать работать Figma, Zoom и даже Google. И вот я не знаю, как это комментировать, но больше скажу, меня эта история возмущает, не сама история с санкциями, потому что рано или поздно она должна была случиться. Мы этого ждали. Меня возмущает другая ситуация, да, то что у России, у российских чиновников было как минимум 3 года. 3 года, да, в ожидании того, что такая санкция может прийти, вот было минимум 3 года, чтобы создать хоть какое-нибудь программное обеспечение, свое, может быть не самое лучшее в мире, но свое. Создать какие-нибудь айфоны, да, создать какие-нибудь компьютеры, создать какие-нибудь процессоры, создать, ну, IT-сферу какую-никакую, повторюсь, может быть не самую лучшую, но создать импортозаместить 3 года было у российских властей на раскачку. Но все это время они занимались тем, что они нам ездили по ушам, мололи языком, рассказывали какую-то фигню про санкции нам на пользу, о том, что мы всех победим. И вот он пришел тот самый день. Как всегда, нихрена не создали. Ну, надоело это просто. И мы начинаем. А Роскомнадзор тем временем потратит почти 60 миллиардов рублей на то, чтобы бороться с вредоносными и вражескими ресурсами в российском сегменте интернета. Деньги пойдут на модернизацию технических средств противодействия угрозам. Так красиво это называется. Что позволит РКН в будущем, например, снизить эффективность тех же VPN аж до 96%, то есть практически полностью перекрыть систему обхода любых блокировок. А я напомню просто, что на территории нашей страны в данный момент забанено огромное количество сайтов, ресурсов, хостингов. По самым разным причинам чистки продолжаются, продолжаются ежедневно, практически в режиме нон-стоп. И да, вот Ютьюб замедлили, что чаще возникают разговоры о возможном замедлении, а может быть даже блокировке телеграмма, ватсапа и так далее. Короче, планов громадьё. Ломать, крушить и рвать на части, как пелось в одной детской песенке. Ютьюб, надо не замедлять, но надо сегодня закрыть чёртовой матерью. Нет, спасибо, меня и так прёт. Вообще, конечно, подобные инициативы уже не вызывают ничего, кроме раздражения и отторжения. Давайте заблокируем. Давайте уничтожим, давайте сломаем. Я не помню, когда в последний раз звучали какие-то более здравые мысли. Давайте что-то создадим. Вот, Вы же сказал, или давайте попробуем вот это использовать. Давайте попробуем договориться. В конце концов, нет. Сноси всё кидри, не фениш, жги калёным железом. Пускай под бульдозер. Что за дикость, её красота. К тому же, Вы ведь сами всем этим пользуетесь. У нас есть VPN, я так понимаю. VPN установили вы. Ну, конечно, конечно, ну а почему нет? Это не запрещено. Да и вообще по планете век информационных технологий широко шагает, как, блин, мы собираемся жить-то в этом мире. И строить какое-то будущее, если постоянно делаем выбор не в пользу технического прогресса, от которого усиленно опинываемся, а прямо несёмся в каменный век на всех четырёх, поспешая. Интернет они, б***ь, ставят, интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Ага, застряли в девяностых и пытаемся действовать методами Тойба и Тогаловой братвы в китайских спортивных костюмах. Только вот это вот всё уже давно не работает. Оно даже вредит, причём нашей стране в первую очередь экономике, внутренней и внешней политике развитию. Что должно ещё произойти, чтобы дедушки из политбюро начали обо нам хотя бы догадываться? Это реальная журналистика. А без руки управлял машиной, а без ноги жал на тормоза. Вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Начнём, пожалуй, с замедления Ютьюба. Проблема, с которой россияне столкнулись минувшим летом, с конца июля. Качество работы площадки начало заметно ухудшаться. Сегодня, впрочем, уже понятно, что история это рукотворное. Более того, это дело рук российских властей. А роскость не о деградации каких-то там серверов. Оказались вороньём, как обычно. Чинушек, кстати, уже не скрывают. «Да, мы обманули всю страну, ну и что?» «Надули». «Просто нагло обманули». «Нас просто водили за нос, обманывали». «Нас просто надули». «Обманули дурачка на четыре кулачка». «Кинули просто». «Грубо кинули». Впрочем, сказать-то хотел не об этом. Сейчас очевидно, что идея с замедлением вражеского видеохостинга полностью провалилась. Как показала практика последних двух с половиной месяцев желаемого результата, чинушек так и не добились. Те, кто смотрели политический контент на данной платформе, продолжают его смотреть. Ну, люди, которые такими вещами интересуются, они, в общем, ребята сообразительные, нашли пути обхода. Тем более, что это несложно, как оказалось. Любая поисковая система в Рунете предложит сразу несколько вариантов. Как это сделать и даже без АВПН, ну да мы отвлеклись. Короче, политизированная аудитория YouTube выход из положения нашла и продолжает смотреть и слушать любимых авторов без проблем. Народ, всем привет. А что если я скажу, что вот это шакальное качество 144p можно превратить в 4К буквально в одну секунду? И сделать это очень просто, как на Mac, так и на Windows, о чем я вам сегодня и расскажу. Нет, какая-то просадка по трафику, конечно, наблюдалась особенно в первое время, но я бы назвал это допустимой погрешностью. То есть, ну, какого-то существенного урона по авторам политконтента, по их зрителям данный удар не нанес. Зато шарахнул по тем, кто политикой не интересовался, то есть по абсолютно нейтральным гражданам. Глубоко и далеко до всех этих разборок, которые использовали YouTube, чтобы мультик ребенку включить, например, в машине по дороге на дачу или сидя в очереди в поликлинике, дабы не ревел, не орал, не баловался. Или по тем, кто заходил в YouTube, дабы посмотреть, как плов приготовить, как сделать табуретку, установить розетку вот по этим людям, Шабаркова. Теперь они вынуждены оформлять подписку на какой-нибудь условный ИВИ. О, Кайликион, за деньги вынуждены это делать, уж если что-то. Наши соотечественники не любят так это платить за то, что еще вчера было бесплатно. Вижу, понятно, что все вот эти вот пострадавшие рано или поздно начнут искать ответы на два из вечных русских вопроса, кто виноват и что делать, и вот уже. Недавние аполитичные россияне начинают потихонечку превращаться в гражданское общество. Вопрос, вот оно было целью замеса-то? Желание пополнить армию недовольных? Выяснили, я так понимаю, журналисты, кто все это делает. Оказалось, это Маргарита Симоньяна. Она к нам занималась. Да, ее фирма занимается разработкой этой платформы. Ну, теперь, я думаю, станет понятно, какой успех достигнет эта разработочка и сколько она будет стоить нашим гражданам. Не забудьте ступливаться! Чай, но не в первый раз! Но если бы только в этом проблема заключалась, провалилась ведь и другая идея, которая декларировалась в параллели с замедлением, мол, переходите на отечественные площадки. Стесняюсь спросить, а куда переходить-то? Вот на ту платформу, которую сляпала Симоньяна на коленке, не смешите мои тапочки. Давайте будем честными. Платформа – это история не про зрительскую аудиторию и заботе о ней, не про авторов контента. Это даже не бизнес-проект и уж тем более это никакой не конкурент Ютьюба. Тем более не убийца видеохостинга, как бы там пропагандисты всем нам не брехали. На данный момент платформа находится в режиме тестирования и в большой степени копирует Ютьюб с точки зрения интерфейса и по доступным видеоблогерам-инструментам. Кроме того, обещан автоматический перевод видео на иностранные языки с идеей расширить аудиторию российских авторов. Желаю удачи в вашем благородном деле. В реальности и сегодня это понятно. Мы с вами тупо наблюдаем очередную историю, а распили госпожой Симоньян целые кучи бюджетных денег. Плюс возможность для нее же, для Маргуши порисоваться перед кремлевскими старцами, мол, смотрите, какая я молодец. Убийцу Ютьюба тут создала дедушки. Все равно ни черта об этом не смыслят. Ну а насколько проект рабочий вы сами можете проверить, не отходя от кассы? Ту платформу даже российские поисковые системы не всегда и не сразу находят, потому что у нее настолько мизерная аудитория. Поисковики такую мелочевку не ранжируют. Вы говорите о чем-то феерически интересном, но не относящемся к реальности. Товарищи, коллеги, друзья, наша сегодняшняя трансляция, которая велась в Рутюбе, 30 раз упала. 30 раз упала. Мы о чем говорим? Мы говорим о глобальных цифровых показателях, которые мы сами же не можем пока обеспечить. То есть о чем это говорит? О том, что это очень интересная дискуссия. Ее действительно хотят посмотреть. Но трансляция 30 раз упала. Еще одна никакая площадка, которая, как и платформа, тоже создавалась, мне кажется, для отчетов и радиораспилов, которая умерла еще в нулевые под шумок, впрочем, и несколько раз на ней снова и снова пилили. И да, я про Рутюб. С целым набором черных дыр там нет аудитории. Там нет алгоритмов. Там нет возможности продвижения контента и уж тем более возможности зарабатывать для авторов. Рутюб это ну что-то вроде чемодана без ручки, который тащить неудобно и выбросить жалко. Да, власти и чиновники заставили в приказном порядке государственных и окологосударственных вещателей выкладывать на тот Рутюб хоть что-нибудь, однако это не спасло ситуацию. Хостинг тем самым превратился в второй телевизор, он же склад бэушных телепрограмм. Не успел посмотреть битву экстрасенсов по ящику. Посмотри ее на Рутюбе. На этом плюшки заканчиваются. Все, что тебе интересно, собрано в приложении ВК-видео. Даже шоу, что было дальше. Даже. Даже. А еще эксклюзивы и собственные шоу. И даже топовые блогеры есть в ВК-видео. Ну есть и есть. Тут и не такое бывает. ВК мой любимый, конечно. Как мы могли про него-то забыть? Тут, впрочем, история еще более печальная. Это проект, который жив до тех пор, пока в него вбухиваются бюджетные миллиарды. Там собрали, по-моему, всех пилищиков страны и отгружают им бабло лопатами. Но в какой-то момент данная веселая история закончится. Придет время, и даже путинские чиновники начнут задавать неудобные вопросы из серии «Нафига козе баян?» Ну, типа, мы тратим на тот ВК едва ли не больше, чем на все вместе взятые телевизионные каналы. А зачем? Ради какой великой цели? Чтобы вчерашние ковыенчики, коих не взяли в Камеди Клаб, без работы не остались? Нам оно вообще надо? Нет. И тут невозможно не согласиться. Власти ведь наверняка заинтересованы, чтобы зритель ВК-видео смотрел контент политической направленности. По итогу-то не хихоньки-хахоньки, да порнушку с сериалами. Вот только аудиторию, которую они там уже собрали, теперь не переделать. Ну, не станут зрители юмористических шоу смотреть и слушать Соловьева, Скобеева. Им такое неинтересно. То есть, ребята изначально не на ту лошадь поставили. И что теперь делать? Фиг его знает. Хотели пропагандистки ХАПа, получили одно большое СТС от ИНД? Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я слетал во Владивосток и неплохо провел там время. Выступил на Восточном экономическом форуме, поел краба. Демократию это я построил в первую очередь. А никто туда... Это не вы голосованиями. Это мы, те, кто держал всех в узде. Цепные псы режима. Надо душить? Надо. Я их душил. И этого не стыжусь. Ах, ну да, кто-то и правда может мне ткнуть в физиономию вот этими товарищами. Ну, вот же он политический контент, которого, как ты уверяешь, на ВК-видео нет. Вот они, лебеди-вы-гоблины с тысячами подписчиков, миллионами просмотров. Ютьюб нервно курит в сторонке. Ну, во-первых, как у пропагандистов ВК появляется аудитория, мы все хорошо знаем. Далее разнарядку по бюджетным организациям. Вот на этого чувака надо подписаться. От вашего предприятия не менее ста человек. Поэтому не показатель, что до количества просмотров. Во-вторых, да. Да и здесь вы тоже можете провести простой эксперимент. Рассказываю. Дело в том, что нынешний контакт очень хитрым способом устроен. Когда вы прокручиваете ленту, например, просто прокручиваете, листаете. Видео, загруженное в ВК, запускается, внимание, в автоматическом режиме. Вот как раз, вот просто так, листая, оно запускается. Ваш просмотр учитывается, хотя вы данное видео не смотрели в действительности. Маленькая такая хитрость, но позволяющая выводить всех вокруг в заблуждение зрителей. И спонсоров начальников. К слову, об этой уловке знают многие рекламодатели. Поэтому неохотно рекламируются у блогеров на данной площадке. Знают они и крупные производители контента. Поэтому предпочитают свой контент продавать тем же онлайн кинотеатром или телеканалом. Ну, либо продвигают свой продукт посредством собственных ресурсов. Это еще называется бизнесом. В ВК же, повторюсь, явление временное. Которое исчезнет вместе с прекращением бюджетного финансирования и вся недолга. Ну и самое-то главное, вот эти вот чинуши, которые заблокируют все на свете. Они же наверняка осознают, что Россия в данный момент втянута в масштабную информационную войну. С передовыми странами на минуточку в таких войнах, в информационных подчеркиваю. Любая трибуна имеет значение. Это важно. А если вы все заблокируете, как вы собираетесь доносить до людей, да и до оппонентов тоже, свою позицию? Посредством нарисованных в ВК просмотров у Лебедева. Или посредством тухлой Симоньяновской платформы. С 20 подписчиками у самого крутого блогера. Может быть, новые серии Воронин, их на Рутуб закачайте и противнику покажете, чтобы испугался и капитулировал. О, Господи. Какая мотивация или какую легенду, а другое условие я применить не могу, применяют наши власти. Они говорят, вот, закрывают Ютуб, не исполняют наши, соответственно, предписания. И закрывают основные каналы донесения нашей, но очень правильной, самостийной информации. С одной стороны, это правда, а с другой стороны, нет. В чем не правда? В том, что, конечно, ведущие, как говорится, пропагандистские каналы Ютубом блокируются. Но тут есть, как говорится, огромное, но маленькое «но». Как вы уже, наверное, знаете, на пропагандистском поле работает, помимо огромного количества ботов, которые работают, в том числе, под моими на сегодняшний день видео, есть сетки так называемых Телеграм или Ютуб-каналов, которые проводят, в том числе, и пропагандистскую повестку. И закрытие Ютуба, по сути дела, выкинет огромное количество, а это сотни тысяч человек, за борт. И это мы еще возможную блокировку Телеграма не обсудили. Очень популярную площадку УЗЭТ-сообщества, кстати. Если российские чиновники и депутаты до такой глупости додумаются, ну тогда только руками развести придется. Об этом поговорим в следующих выпусках. Вообще ребятишки по-своему уникальны. Как только начинают заниматься информационной политикой, у них всегда получается РТ, которая непонятно где вещает, которая непонятно кто смотрит ТРТ-видео. А оно есть. Ну и историю тоже плохо учат в СССР ведь. Вражеские голоса оглушили, чьим все закончилось напоминать надо. Все. Переваривать это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает в продвижении видео. В соцсетях тоже ждув. Друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok